Итак, снова всем привет! Сегодня 4 июня. На днях мне поступило предложение от моих подписчиков, от одного из моих подписчиков, отснять просто прогулочное видео для разнообразия моего контента. Ну, давайте проэкспериментируем с видео такого формата. Сейчас я нахожусь на набережной, иду вдоль пляжа имени Мориса Тореза. Его у нас арендует в Pullman и Mercury, сеть отелей. Давайте просто прогуляемся, посмотрим атмосферу набережной. Это было ништяк, прилетели, и, короче, наши богаты просрали. Эти тваречки, что хотите, шаурма, чурчхела, чай, сувениры. Бесчисленное множество из этих кафе. Мне жалко вот этих людей, которые на жаре, в пожаре ходят, стоят, рекламируют тое заведение. Здесь у нас лифт Александрийского маяка. Полностью закрытая территория. Самый ближний к Мору жилой комплекс со статусом квартира. И, ну, конечно, в нем аховая. Как видите, на набережной у нас запрещено кататься на велосипедах, но на самокадах разрешено. Набережная уже полностью готова к сезону. Первые дни июня уже все, сезонки стоят. Жезлонги, раздевалки. Маленькие пальмышки аккуратно выставлены. На зиму, конечно, все это убирается. Буквально в этом году тут сделали какой-то комплекс апартаментов для отдыха. Вот здесь подъем как раз у нас на морской переулок. Вот эта лестница идет. Там, где находится Варинс Парк отель. И каяк. Смотрите, все как красиво, аккуратненько, дощечками выстелено, чтобы не по камням ходить. Музыка играет на пляже. Из городского радио. Маленький аквапарк. В море. В море вышел теплоход Дагомыс. Мы могли заметить в одном из выпусков, когда я был в Парту. Там постоянно идет его реклама. Таким советским, с голосом диктора. Женщины. Здесь у нас вот самокаты в прокат. Поминутно. Достаточно удобно. Почти 3 рубля минуты стоит проезда на таком самокате. У каждого пляжа свое оформление. Все пляжи арендуются частными лицами. И сдают же из Лондона прокат. Массажные вот эти кабинеты. Кресла. Любые развлечения. Кто-то занимается прокатом. Очень много пляжей в этом году. Если вы посмотрите новости, в городе Сочи удостоились голубого флага. С той самой высшей отметки о том, что пляж соответствует всем мировым нормам по его содержанию. Здесь вот у нас, видите, скульптура Нептуна. Тихонечку подбираюсь их к Старгороду. Это самое такое популярное место для моих съемок, потому что это ближайшее к моему дому выход к морю. И в 90% случаев я иду здесь. К кафешку вот кто-то не успел подготовиться к сезону. Сейчас активно-активно ремонтируется. Будет делать кафе. Вот обратите туда внимание, вот там есть кафешечка одна. Самые лучшие хачапури в городе Сочи там делают как раз лестница. Если вы будете идти по набережной, то вы легко сориентируетесь по Старгороду. Если вы будете идти по верхней части набережной, то это спуск по лестнице у гостиницы Приморская. Это вот известное кафе Сезон. Его очень любит Медведев, насколько мне известно. Я его, честно говоря, здесь ни разу не видел, но тут перекрывают набережную, когда он присутствует. Вот смотрите, еще раз обращу внимание, вот Хаят. Рядом идет гостиница Приморская. И вот на лестнице, вот где идут люди сейчас там, ставят столики под этой пальмой. Там делают самые вкусные хачапури по-аджарски. Это волонтеры раздают карты. Конечно же, есть небольшая заманушечка, да, что вы бесплатный свиньерчик, если вы подняетесь на гребень. Здесь вот какие красивые у нас сделали комнатушечки. Вот он, Старгород, бывший Тинькофф. Здесь у них постоянно крутится какое-то мясо. Вот в этот раз рульки. Бывают целую свинью или барана туда засовывают. Будет, сядет, рекламирует постоянно. Три этажа пива. Есть даже свой лифт в этом кафе. Точнее, в ресторане. По вечерам здесь играет живая музыка. Здесь вот пивоварня своя у них. Не знаю, слышите вы, нет? Вот говорили, теплоход Дагомыс. Вон он, куда ушел. Уже. Тут она в виндсерфинге плавает. Смотрите, как интересно. В общем, все любые виды спорта морского. Есть в городе Сочи. Цветочки стоят. Продолжение следует... Доступ на пляжи абсолютно бесплатный и свободный. То есть, деньги тут берут только за лежаки, за зонтики. Поэтому не дайте себя обмануть. На некоторых пляжах также доступен бесплатный туалет, переодевалки. Ну, раздевалки, конечно, везде есть, но туалет есть и на каждом пляже. Но вот оттуда, откуда я сегодня начал свой репортаж. Мне больше всего там нравится пляж, потому что там все есть. Там все самое цивильное. Смотрите, пляж приморский. Информация. Администрация. Отдыхать. Здорово. Я люблю Сочи. Первая помощь пострадавшему. Куда же без техники и безопасности. Здесь опять будут фрукты, пиво, сувенирчики. Целый магазин со сладостями и пряностями. Все, что хотите, вот молочные коктейли по 180 рублей. Класс 60, пиво 120, 130. Здесь вот есть доски, табборды. Это когда ты выходишь на этой доске с веслом в море. Мы тоже с этими вещами занимаемся, особенно для гостей наших апартаментов. Мы предлагаем услуги, такие как прокат самокатов, велосипедов, автомобилей. У нас самый такой интересный из автомобиля. Это Mercedes SLK 250 AMG. Красный кабриолет. В полном обвесе. Вот. Немножечко приподнялись. Гостиница Джимсюжина. Вот она. Одна таких самых интересных гостиниц, потому что она находится рядом с Зимним театром. Зимний театр, это площадь Зимнего театра. Это такое место, где постоянно происходят какие-то праздники, какие-то движения. То есть кинотавр тут у нас намечается через пару дней. Опять же он будет на Зимнем театре. И весь Бомонд наш Звездный будет жить именно в этой гостинице Жимчужины. Потому что им пешочком там дойти 100 метров до театра. Идем гуляем по уютной набережной здесь вот на подъеме. Вот как здорово, да, люди здесь вот посидеть бы в кафе. С видом на море. Здесь у нас лесенка на гостинице Жимчужина. Какие-то ресторанчики вот вниз нас приглашают прямо к морю посидеть. Вот еще один закрытый ресторанчик. На гостинице Жимчужина. Одна из самых ближних, я бы даже сказал, в центре города, это самая ближняя к морю гостиница с самым шикарным расположением вообще в принципе в городе. Потому что зимний театр это знаковое место. И вот лично для меня это даже лучше, чем площадь Флага, которая находится в центре города на Вадинской. На местном Арбате, так сказать. Подходим потихонечку к пляжу Жимчужины. Это вот у них пляж. Видите, их фирменный логотип. Смотрите, цветут олеандры, пальмы, сосны. Очень много зелени вообще в городе. Пицунская сосна, реликтовое дерево. Опять же идут сувениры, сувениры, сувениры. Бесконечное количество сувенирных лавок. Здесь вот проход к Жимчужине, но он всегда закрыт. Потому что все люди обычно ходят через пляж. Пляж тут скрыт от посторонних глаз. Переделывают у него, смотрите, кровлю. Тоже какие цветочки уже отсвели. Здесь вот ирландский паб. Такое запоминающееся место из-за своего вот этого корабля. Мушмула. Как-то ей тяжеловато здесь, да? Не хочет, надо здесь жить. Опять сосны нас накрывают. сувениры. Сувениры. Сувениры, сувениры. Вон тоже алиандекс идет, смотрите. такой красивый розовый кафешечка вот помещение где снимаются у нас сериалов туристическая полиция с аккуратненько здесь пройдем обратите внимание здесь у нас проходят съемки лежит аппаратура висит форма отдыхают актеры вот такой небольшой парк имени фрунзе мы поднялись с набережной вот здесь вот за деревьями у нас летний театр если я подойду к нему поближе вам покажу все киношное, все уставлено киношными машинами пойдемте пройдем к летнему театру поют птички здесь в летнем театре тоже периодически проходят спектакли какая-то часть программы кинотавра здесь проходит точнее его закрытая часть и вот мы дошли уже до апартаментов это вот Верещадин комплекс это вот Сигалакси гостиница и Марина Парк апартаменты с достаточно интересной ценой по-моему там порядка 300-400 тысяч за квадратный метр врать не буду для уточнения можете мне позвонить и обратиться если вас это заинтересует памятники различным композиторам у нас Ринка Михаил Иванович Фильковский там был слева справа не успел посмотреть кто киностудия киностудия Черноморская киностудия уже целый месяц устоят машины снимают сериал вон там гостиница Жемчужина в которой мы проходили вдоль которой проходили по набережной различные информационные стенды их по городу достаточно много можете внимательно ознакомиться по QR-коду переходите там будет эта же информация плюс аудиогид небольшой сочинский цирк морской вокзал с другой стороны вот Мацеста Дендрарий парта идем дальше поднимемся вот мы видим корпус гостиницы Светланы сейчас мы с вами пойдем по улице Черноморской это впереди тоже еще один корпус пансионата Светланы все в кипарисах обратите внимание все это было посажено очень давно еще в царское время вот тут слева за кипарисами спряталась обновила честно говоря не помню название ну по-моему это дача бывшего главврача города Сочи сейчас мы выйдем немножечко из-за зелени будет ее видно дядя Лова едет ничего не видит а вот это музей дача Барсовой одной советской актрисы вот кусочек видите башню вилля немножко сделаю по контрасту можно пообидать в столовой пансионата Светлана приемлемые цены и скажу что дешево но и недорого вот это прекрасная вилла вот это прекрасная вилла 1902 года постройки поправьте меня если я не прав но по-моему это вилла одного из первых врачей дача Барсовой я вот вам ее показывал вы тут можете прочитать про нее описание поставьте на паузу кому интересно а вот дача Якобсона это вот то что вот это прекрасное сооружение потихонечку поднимаемся мы к району Светлана мы как бы здесь находимся но мы поднимаемся в его такую живую часть растет юбка такая колючая пальма с острыми листьями различные кедры сосны дубы акации там надалеке бамбук обратите внимание ведь очень много бамбу он растет практически везде вот клён потом магнолии здесь пока она еще не засвела в теньке китайские пальмы и волосатые что тут называют местные вот она это банановые пальмы сейчас мы с вами пройдем переход подземный отборная вся темная на курортном проспекте не так много светофоров на самом деле в основном все пешеходы здесь ходят по подземным переходам это вот куститься самшит сейчас мы с вами спускаемся в переход и тут у нас как обычно торгуют ягодками но что-то сегодня почему-то нет как ни странно да сегодня обычно все эти слева и справа сидят женщины продают зелень ягоды овощи видимо кто-то в город приехал сегодня известный поэтому бабушек всех согнали это удобство для инвалидов практически на каждом подземном переходе у нас такие есть вот мы вышли к перекрестку внизу Светланы здесь постоянно полно гулек оттуда никак не выгонят в общем ребята обязательно оставьте свой комментарий как вам такой формат видео и стоит ли чаще снимать свои прогулки любой комментарий да нет я обязательно оценю всем пока стоит продолжить свою прогулку прям до самого дома вышел из перекрестка с продуктами и пойдемте в сторону центра мы идем аккуратненько переходим улицу учительскую да мы шли там это была не черноморская улица я путаю постоянно это улица учительская продолжается и вот где он си галакси видите синяя надпись вот там как раз начинается улица черноморска а это учительская продолжается административно мы сейчас находимся в хостинском районе даже не центральном хотя до хоста здесь ой-ой-ой как далеко километров наверное двадцать дышком не дойти это точно сейчас мы с вами пойдем по мосту через Светлану который был построен еще в 1935 году и отремонтирован до тысячи первым мост который соединяет хостинский район и центр города вот у нас заросли бамбука вдоль дороги это вот подстанция улица комсомольская здесь находится здесь правее улица Жидицкая улица Учительская вот это комплекс Випанова это недострой дом до сих пор не сдан хотя там несколько семей все-таки проживают ну а куда деваться люди в последние деньги вложили приходится как-то жить слева у нас море гостиница жемчужина смотрите по левой руке у нас улица Альпийская начинается горный переулок по верху по хребту и тут Альпийская красная Пионерская улица идет в самом низу уже вот этой борки район справа район Светлана слева у нас центр район Светлана преимущественно расположен на Лысой горе здесь видите постепенный подъем в долете в щеле я не отснял но вон там протекает речка точнее даже ручей я бы его назвал и реча один долететь там находится район Соболевка географически он в центре города находится но это такой коттеджный поселок деревушка в непосредственной близости от его центра в принципе там жилье в основном эконом класса хотя сейчас активно одним застройщиком он застраивает бизнес класс здесь мы подходим к улице театральной этими зданиями находится она тоже какой-то долгострой у нас прямо в самом центре города расположенный он вообще под снос но слишком большой слишком дорого администрации его сносить вот заканчиваем переходить мост и фактически мы уже в центре города находимся остановка установка это театральная называется тоже квартирки продаются 120 метров или 130 65 миллионов на крыше этого здания находится одно из люксовых кафе под постоянным прожекторами вечером освещаются перед нами апартаментный комплекс барселона парк здесь вот памятник островскому каждый день хожу и смотрю на эту фразу достаточно сильно мотивирует там выглядывает хаят кулман здесь такой небольшой скверик за сквериком находится таможня ФСБ достаточно серьезные структуры сейчас немножечко налево посмотрим улица театральная и зимний театр за улицей идемте перебежим на зеленый свет пока нам горит говорящие светофоры даже в твоем родном нижнем таких почти нет оттуда но пойдем до остановочки здесь электронное табло с подписаниями автобусов почему-то сегодня они его решили выключить хотя с утра работало Прогуляемся по Кипарисовой аллее Доль курортного проспекта На самом деле На улице очень жарко Мне кажется, даже больше, чем 32 градуса Это вот какой-то фасад вечно реставрирующийся Сколько здесь живу Сколько здесь стоит этот забор Магнолии растут Где-то побольше, где-то поменьше Бориса Пальма Здесь остатки частного сектора Потому что жильцы не продали Под застройку Кто-то вот, кто побогаче Построил себе домик Объект культурного наследия Смотрите, в каком состоянии находится Лица, причинившие вред Несут ответственность Причинившие вред своим бездействием Мне несут ответственность-то почему-то Перейдем Через улицу Соколова Протяженность улицы всего 200 метров Здесь у нас гостиница Магнолия Плавно перетекающая в гостиницу Сочи И целая аллея Магнолий Наконец-то тенек Потихонечку идем По улице Соколова Вот здесь у нас департамент строительства Города Сочи расположен Ну, в общем, мы подходим Уже к дому Поэтому съемку я заканчиваю Всем пока Обязательно пишите свое мнение О видео такого формата Смотрите Черное море каждый день Подписывайтесь на канал Оставляйте лайки и комментарии Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»